Музыка И добилась прекрасного результата, но в Мане его добиться не сложно, рядом не замерзающий Несе, микроклимат, ему жить бы и жить бы, у меня самым старшим абрикосом 30-35 лет, у меня, а у нее эти абрикосы прожили еще год и умерли, как? Так, смотрите, вот здесь не видно, она заслонила, это самое, престольный круг, а вот здесь она не заслонила престольный круг, я его раскопал руками, там был уже штаб, уже гнил вовсю, в следующий год это дерево не проснулось. А почему она мне позвонила, Константинович, приезжай, вот она третья и последняя, она ее более успешно сгнила, все тоже, вот эта мода на мульширование, помните в предыдущем фильме, Ольга Исакова даже не заметила, что там мульча, и она сгноила яблоню, ну по крайней мере с вероятностью 99%, потому что дерево было достаточно взрослое и погибать не собиралось бы, если бы у меня была нормальная проветриваемая корневая шейка. Вот, вот это я своими ручками раскопал, она еще и поливала это все, вот, видите, а почему возник этот вопрос? Дело в том, что тот предыдущий фильм, я вам показал, замучирование смертельное, а так как Ольга Исакова приняла это как оскорбление, что я ей сказал, что можно было догадаться и дать нормальный совет, по крайней мере на будущее. Вот, она увидела вот такую фотографию, которую прислал мой брат, как надо, как надо садить. Вот, она не стала комментировать, что это самое, тут вот видите, просто посадка на холм вокруг, отступив тележка перегноя, ей не понравилось лицо, она просто была в дикой злобе и написала. Вот, у парня такое выражение лица, как будто этой лопатой прибить готов. Понимаете, это про моего брата. Я тогда не выдержал, помните этот фильм, отвечая на оскорбление, я вам, может быть, даже еще раз покажу его. Вот. Почему? Потому что я хочу, чтобы вы вот сюда заходили. Мне надо, чтобы сюда, а не на этот сайт заходили, где кроме вреда он вам не принесет. Посмотрели, да, а вон внизу написано, «Золи за Валерий, мой ответ на оскорбление от Ольги Исааковой». Вот. И вот здесь как раз кто-то может его увидеть, кто-то зайдет на мой канал, поневоле рекламируют. Вот. И там есть вот эти фотографии, смотрите. Вот я не подал всего выражение лица, посмотрите, какой угрюмый, злой, он готов прибить. Прибить, убить – это слово одно и то же. Хотя он всего лишь позировал, когда я попросил показать правильную посадку. Я решил вас познакомить с ним ближе. Ему сейчас 31, а 14 лет он уже научился привать, получается, у него старше 17 лет. Так. Посмотрели на выражение лица? Я даже еще раз приближу, хотя в фильме это есть. Ну, обиженного отца, понимаете, поймите. Вот. Вот он такой по жизни. Сейчас я уменьшу. Я вам просто покажу, сейчас поймете, почему. Потому что было продолжение этому. Вот он, семья его. Вот он. Посмотрите, он готов прибить. Человек, который занимается творческим трудом, настоящий садовод. Это штучное изделие, сейчас таких совсем мало. Посмотрите на выражение лица. Зачем было это оскорблять? Вот скажите, зачем? Только от злобы, чтобы отцу его это самое, укуснуть или как там, ущипнуть, уколоть. Посмотрели? Вот. Для меня это штучное изделие. От таких саженцев, от таких посылок ни один человек в стране не делает. Понимаете? Вот. А теперь смотрите. Это уже тоже часть учебы. Извините, что в второй раз показывал. Вот мы Колю воткнули. Вот мы убрали траву. Вот она в конце, видите. Просто убрали ее, вначале скосили, такой чуть ли не до пояса, этот бодыль, а потом убрали граблями. Вот. И не став, не перепахивая, это мой принцип, делается вот так, это больше картофельное поле. Потом вот так. Вот. Это я уже песню вспомнил, потому что он прибить готов. Понимаете, Ольга? Вот это вы, почему не написали вот так? И, наконец, давайте еще раз. Вот это что? И что вы на сделаете такое? Вот. И вот, получается так. Надо было бы поговорить вот об этом. Смотрите. О посадке. Годится этот способ, не годится? Согласиться, одобрить сказать. Или наоборот. Как садили в яму, так и будем садить. На погибель. По крайней мере, я показывал в фильмах, как ваши коллеги это делают. Понимаете? Вот что страшно. Ну и тут еще. Сейчас я найду это место. Сейчас я найду это место. Так. Понимаете, казалось бы, после того, как ты оскорбила. Вот дела оскорбила. Вот оно, продолжение. Ну, тут идет их перепалка Юрия и Ольги, это само собой. Вот. Вмешался еще какой-то самый, который обозвал то ли меня. Я так и не понял. Роман-то я пишу. Вот. А вроде бы переписку ведет Юрий. И вот тот из нас обозван великовозным болваном. Интересно, Владимир, какое он имеет право так отвечать? И при чем тут вообще? И при чем тут вообще? Вот. Если хочешь быть с этим судей, то как я вспоминаю, я тебя не знаю, Владимир Филатов, где это? Где твой сад? Я все... Знаете, как они всегда исчезают? Отсюда они не исчезают. Это их деляна, сами сказали. Когда-то я видел на ринге, такой полуэмористический, два об этих боксера дерутся, а в какой-то момент судья взял и вместе с одним из боксеров начал вместе избивать второго. Как они только над ним не издевались, там, канат их запутали, били, 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 вот. Ну, ты взялся быть этим самым, судьей. Ну, хотя бы ты напиши, что неужели правда это такое зловещее выражение, что он убить готов. И что дальше? Обозвало. 70 лет прожил, ума не нажил. Хочет всем доказать, что в Костроме растут абрикосы. Да, уже растут. Не могу я все повторить, получится точная копия этого фильма. У Юрия Владимировича растут мои персики и абрикосы первое по отношению. Шесть лет назад он даже не мечтал об этом. А то, что он всех учит, он не учит, он просто попросил брата, видя, что они творят. Чем хорош Юрий Владимирович? Вы еще не знаете. Вы нет. Вы пойдете в историю, может быть, как я уже говорил, как имя нарицательное. Может, Исака, вы, будет это имя. Может, Платона, вы, как имя нарицательное, потому что вы считаете, что я обидел. Одна из самых вредных. И она, я даже садоводом нельзя назвать. А получается, что или Тимирязевки, потому что вы уж совсем эти самые, вознеслись своим образованием деберезовским. Так вот, значит, Юрий Владимирович войдет в историю, потому что он скомпоновал, вот ты видели, там красивая музыка, все, титры, это все он. Сотни фильмов. Тут уже слепой и глухой. И тот научится выращивать. А уж он зрячий и не глухой. И вот что получается. И где тут то место, где я вас обозвал? Это место извинения? Нету. Минуточку. А? Искайте в это место. Ладно. Я уже вам показывал. Время не буду терять. Не слово о вас личном. А о ком? О моем сыне. Нечего предъявить. Конечно, нечего. Ведь это же морально. За это просто морду бьют. Но если женщина, можно морду плюнуть, потому что бить жалко такое красивое создание. Только душой паршивой. Я никого никогда не обживаю. Неужели? Или это была ваша сообщница, как ее, Наталья Медведева. Ну ладно. Только молча. Ага. Я лишь написал впечатление. А какое вы имели право написать впечатление? Какое вы имеете право? А какое вы имеете право? Моему сыну написать, что он это? Это не из мухи слова. Главное было почувствовать, понять вас. Какое было это желание вас оскорбить. Потому что показали себя, извините, невежественно в это. Ваш же человек... Это не только. Там же еще была одна. Я потом покажу. Научить человека угробить, взять ножок, пилу и угробить саженец. Сто процентов. Это идиотизм какой-то. Про Ольгу Платину отдельный разговор. Сами заявили. Вы ее пожалели бы, лучше бы молчали. Это известный блогер. И абсолютно не просто человек, который с удовольствием делает ошибки или что. Она не нуль, а минус. Вреда столько. А, хотите сейчас прямо. Вы же, надеюсь, это услышите и прочтете. А, займу еще пару минут. Включаю телеканал Бобер. Кстати, Бобрихами никогда не называл. Ничего на меня сказки рассказывать. Вот. Называл их этими. Чуть ли не ведьмами он называл. Бобрихами нет. Но это же... Какой нормальный человек... Вот смотрите. Сейчас меня послушают, ну, несколько сотен. Но если повезет, несколько тысяч. Если прибавятся эти... Там все-таки огромный. Мерил с чем-то. Может быть, несколько тысяч послушают меня. Рассказывают про Ольгу Платонова. Вот. Есть фильм. Я его высылал Путину. Потому что высылал руководству канала. Говорю, вы остановите же человека-то. Я даже понимаю, что она почти ни при чем. Она зарабатывает сребреники. А для нее приготовили сюжет. А готовил кто? Сценарист. Раз. И режиссер, чтобы это было более доходчиво. Два. А она, притворившись садоводом, буквально... Она же ведет себя как садовод. Знаешь, что она сделала? В середине лета. У взрослого дерева. Относительно взрослого. Дальше говорит. А? Ольга. Вы же, наверное, это видели. Ее видели, может. И сюжет мой. Я уже полностью переснимал. Это же идиотизм этот. Откопала корни. Вокруг стамба. И говорит. Три месяца. По-моему, с половиной даже. Они будут в открытом виде. И закаляться. Я когда это увидел. Я готов был разорвать ее. Я готов был этот самый тапком в экран кинуть. Это же по телевидению. Это же федеральный канал. Там получалось в июле выкопал. Где-то в ноябре закопал. А у нас в полстраны уже в ноябре снег лежит. Это она все летом. Корни обнаженные. Закаляются. И у нее таких сюжетов. Это я только один. Потому что то, что не надо сейчас. Никакое дополнительное. Типа. Вот сейчас. Ну, если вы за нее заступились. Вот тут же наверняка будет продолжение этого. Этой же страницы. Ну, ладно. Вы про себя понятно. Там выглядите. Мягко говоря. Неадекватно. Ну, здесь-то не о вашей речи. Вы хотя бы... Ну, понимаем. Ну, это самое. Кстати, не платиновое. Дело в том, что вы настолько безграмотны. У вас столько ошибок. Я дурею. Чему что это? У меня получается считать оскорблением. В школе тройстница. Закончил школу. А Тимирязевка, это ботаник. Слово презрительное. Поступить туда легко. Вот. Мы все учились понемногу. Нахваталось этих простейших вещей. Только это, как я про Гашика рассказывал. Косторка и этот. И больше. И клизма. И так по отношению к деревьям. Вот и все. Платиновое. Платонова Ольга. А не Платина. Это уже сто-то пятьдесят. Как вы умудряетесь это столько делать? Вот. Если оно известно, это все-таки Платонова. Так вот, эта бедная Платонова за вас сейчас попадет. Я покажу полсотни фотографий. С абсолютно идиотскими, дебильными советами. Причем выполнены в плане, вот она лопата калечим, вот она тяпка калечим, вот они грабли, втыкаем в землю, подаем кислород. Кислород, вот все это идиотство. Я не обзывал ее. Я вот просто не ее и вас не обзывал. Я ваши методы называю идиотскими. Понимаете? А то, что известно блогера, извините. Я, знаете, я, знаете, вот это вот готовлю для другого дела. Не сочтите меня за, как это называется, не сочтите меня за извращенца. Просто там будет разговор на очередном вебинаре, а вебинар состоится в понедельник, да. Это какое будет? По-моему, девятнадцатый. Понедельник, да. И там пойдет разговор о, этом, о воспитании и образовании. Вот. Я для этого сюжет приготовил следующее. Смотрите. Современная школа. Да еще, видите ли, нет? Вот. Понимаете? Вот это все. Ой. Где мы там были с вами? Так вот. Вот такие вот и получается, как там, с голыми задами, получается. Более, еще более известные блогеры. Платинова, вернее, Платонова, хотя бы только садоводы знают, кому она еще нужна. Вот. Надо же, она не виновата Платонова. Даже как это. Вы молодец, вы за нее заступили. За кого? Вы должны были не так говорить. Платонова известный блогер. Она симпатичная, она это, она должна привлекать людей в садоводство. Но когда человек повторит ее приемом, у него будет мертвый сад. Вот так вы должны были говорить. Что ей надо поправить, что надо, это, вы же все-таки не последний человек, судя по чему, больше влезете везде и всюду. Вы же должны были, как сказать? Надо уволить сценариста, чтобы он не брал со старых книг абсолютно смертельные приемы. Потому что современного ничего никто не знает, и вы не знаете его. Это не ваша вина, а ваша беда. А режиссер его делал преподнести съемку так, чтобы еще больше бы угробили деревья. Настолько это красиво звучало, с улыбочкой. Я вам все это покажу. Вот не надо было писать Ольгу Платинова. Теперь из-за вас теперь едет лишний раз. А вы еще все время мне доказываете, что вы не смотрите мои эти самые. Что-то тайком все-таки смотрите. Поняли, да? Человека вот этого, Сергея, оскорблять нельзя вот этого. Ясно? Почему? Потому что это один работяга. Один из умнейших, грамотнейших. Вы меня тыкали чем? Вспоминайте. Какой-то металлург. Это тоже звучит как оскорбление, когда я даю советы по садоводству. Закончил Шушинский колледж, раньше называлось Серхозтехнику. Диплом агронома. 17 лет в саду. Лучший питомник в России по качеству плодов. Зимует на морозе. Купля-продажи происходит в питомнике. Выбрал, какой тебе понравился. А перед этим по саду прошел. И угостился. Всем чем хочешь. Че хочешь? Как у Райкина. Белый верх, черный верх. Помните? Туфли такие-такие. Так тут так же все. Нет такого больше нигде. Только у него одного во всей России. Понятно? Ну, а вы что? Место извинения. Вот. Что написали? Ладно, на этом будем заканчивать. Где я вас обозвала? Где я вас обозвала? Чистое хамство. Стопроцентное. Написал опечатление от человека на фото. Ничего не знаю. Один из лучших садоводов страны. Вы сейчас не будете извиняться? Я знаю, что нет. Потому что для вас легче язык себе откусить, чем признать свою неправоту. Вот это фильм номер три. И еще и про эти. Как вы заставили человека уничтожить грушу. Про это еще. Еще будет. Еще будет. А у вас позади, если вы несколько лет там, такой шлейф дебильных советов. Вы же никогда теперь не отмойтесь, если вы не извинитесь передо мной. Хотите, чтобы это все остановилось? Как вы будете ходить-то с этим клеймом? Так. Все. До следующей четвертой серии. Пока.